МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тайная всегда становится явным. Это секретные материалы, и мы начинаем. Смотрите сегодня в программе. Бизнес на парковках. Кто и на каких схемах ворует наши деньги? Каждый день только мать ей должно дышать. А я мечтаю, например, 300 дней. Все, что сверху, то... Есть ли в Украине настоящий гангстерэп? И почему рэпера под псевдонимом Каллигула год держали в психиатрической больнице? Смотрите только в секретных материалах. То, что там раз в месяц проходит, знаешь, ты делаешь это каждый день. Это 7-8 приемов вот этих транквилизаторов. Врагу труба. Как Укртрансгаз разрешил диагностировать стратегические газовые магистрали российскому подрядчику? Это становится безопасностью на сегодняшний час энергетической независимости Украины. Безземельные атошники. Как в Буче прикрываются ветеранами АТО, чтобы получить землю под строительство многоквартирных домов? Я не верю, что там будет все честно. Я же скажу, можливо я качал ей кучу частей, но они дадут в звезду АТО. А вот больше частей напидают. Давать не ручно. Так точно. Столица буквально кишит автомобилями. Это беспрерывный поток машин, каждый из которых нужно где-то припарковаться. Ежемесячные заработа киевских парковок почти 10 миллионов гривен, но в городской бюджет из этой суммы попадают в сущие копейки. Кондиционная мафия. В мэрии указано уходят в службу, а ходят нельзя из того, что зарабатывается на самом деле. Как же, зарабатывая миллионы, столичному коммунальному предприятию удается оставаться убыточным? Мы провели уникальный эксперимент и пригласили на собеседование экс-сотрудников скандального коммунального предприятия и узнали, куда деваются наши с вами деньги за парковку. На 3 миллиона жителей столицы 1 миллион автомобилей. И каждый где-то паркуется. Люди в жилетках тут же появляются возле вашего автомобиля, стоит вам только запарковаться. Сколько платных уже на водитель? Три, привет. Ежедневно через их руки проходят миллионы гривен. Купюров приемник где? Да, у меня в кармане, вот здесь. Но из этих миллионов в бюджет попадают копейки. Какого хуйняка людей разводите? У меня работа такая. И все это хозяйство в руках столичного монополиста Киевтранспарксервис, который в таких условиях умудряется всегда быть убыточным. Так куда же текут собранные из киевлян миллионы? Это драка за черный кэш. Как работает система и кто ее крышует? Мы узнали, как говорится, с первых уст. Открыли вакансию на должность парковщика на стоянку с, казалось бы, конкурентным предложением по зарплате. Откликов на вакансию становилось все больше, но на собеседование пригласили только тех кандидатов, которым посчастливилось работать в Киевтранспарксервисе. Но мизерная официальная зарплата – не главное преимущество должности. Как? Система была нехитрая, но очень прибыльная. Сумма разнилась в зависимости от района. Не бывает очень разная. Заведовал кассой бригадир. Так называют взлетевшего по карьерной лестнице бывшего парковщика. Как нас уверил экс-сотрудник Киевтранспарксервиса, бригадир полученную кассу старательно просеивал. И выделял дань своему шефу, начальнику района. Вам может показаться, что в среднем тысяча на двоих начальников сумма недостойная внимания. Как только с меня, в столетий сухой человек, например, в каждом районе. У нас в Глазецком было 60 человек. Что-то мужика, но они все покупают отношения к квартире. По меньшей мере, в карман начальства одного района оседало около 50 тысяч гривен в день. И речь идет только о той половине заработка, которую парковщики одного района отдавали руководству. А сверху удавалось заработать столько же. Исходя из услышанного, можно примерно подсчитать, сколько оседает в карманах парковщиков месяц в одном районе второй зоны. В районе 60 парковщиков каждый из них ежедневно откладывал для себя примерно 700 гривен. Один парковщик в месяц воровал в среднем более 15 тысяч. А 60 парковщиков более 900 тысяч, соответственно. Эта сумма теряется в руках парковщиков одного района. И столько же отдают сотрудники бригадиру и начальнику. Но как они распределяют финансовый поток между собой, неизвестно. Мэрия в Казмогу Харасуеве находит мизер из того, что зарабатывается на самом деле. Где же в этой системе планы, чеки и паркоматы? Только не очень. Вот на Лагерском рынке я работаю. Каждый день в паркомате должно лежать от меня лично, например, 300 гривен. Все, что сверху, то мое. Вот эти 300 гривен, они и делят, как хотят. Сколько они доносят до центральной кассы парксервиса, одному богу известно. В паркомат в течение дня деньги опускали, только если водитель попадется несговорчивый. А так новомодным устройством пользовались редко. Так для отчетности под конец рабочего дня закидывали пару сотен гривен. Это неважно, как. Вот там же все по часам не сверяют. Презентовали, конечно, и мобильную группу, которая должна была проверять каждый шаг парковщика. Как попасть на такое хлебное место? Хотел перевестись как-то в центр и хотел, может, подскажешь, как это сделать. Нашему журналисту дают номер самого начальника района. Давайте, чтобы не в телефонном режиме. Тут надо подумать. Приехав чуть раньше, мы застали сбор кассы начальником у парковщиков. На что ты рассчитываешь? Мне интересно. Не, ну, в идеале 150-200 рублей в день. Такие мизерные запросы приятно удивили начальника. Это зависит от тебя. Да, я понимаю. Ты желание будешь? Я понимаю, да, поэтому зарабатывать. Ведь тут зарабатывают в десятки раз больше. Чем меньше заберет парковщик, тем больше достанется начальнику. Вот так до бюджета столицы не доходят миллионы гривен. Было телевидение, была милиция, а я работаю. Хип-хоп-культура, вышедшая из бандитских гетто, уже давно успешно диктует правила всей музыкальной индустрии. Пап Дэдди, Доктор Дрей, Джей Зи, Снуп Дог и многие другие занимают первые строчки Форбса с состояниями в сотни миллионов долларов. Но не менее известны эти рэперы своими скандалами. То на вечеринке у кого-то из них кого-то подстрелят, то с наркотиками поймают, то кто-то из них напишет в тюрьме альбом. Оказывается, в Украине тоже есть чем ответить. К примеру, тому же Доктор Дре. Рэпер под псевдонимом Каллигула после года, который он провел в психиатрической больнице, записывает дебютный альбом под названием «Расчлененка». За что рэпер попал в психушку и какое творчество, собственно, рождается после принудительного лечения, смотрите прямо сейчас. Обнажённые красотки, ненормативная лексика и неприкрытая агрессия. Это неотъемлемые атрибуты канста рэпа. Наблюдая за своими кумирами по телевизору, начинающий рэпер грезил о гастролях, альбомах и клипах. Но денег на раскрутку не было, и он решил попросить их у папы своей девушки. Ты моя сучка, сучка, ты моя. Отец моей бывшей девушки, ну, то, что я тебе говорил, степенизерша, Моника. Чтобы проинвестировал, короче, отец её за это самое, ну, снять там клипчик какой-то там, записать альбом нормальный. Будущий тесть парня не жаловал и был явно не в восторге от этой затеи. Ну, а там такой бронелобый, короче, знаешь, ну, как ему это всё, все это искусство, музыка, оно до одного места. Когда рэпер понял, что денег на альбом папа не даст, он поступил как ганста. Мне нужен сейф твоего папика, моя амбиция, как свежая папика. Если он не хочет инвестировать в меня, тогда я в себя проинвестирую я сам. Сделал, короче, этот сейф просто, ну, как бы так, чтобы незаметно всё это было в этом плане. Потому что, ну, ну, не то, что, если я просто взял эту сумму, которая нужна, и всё, понимаешь, он бы её не заметил, если бы не эта девочка. Пойдя на преступление, он не ожидал, что сам станет жертвой. И я только принесла ва**, на следующий день, если её не в мае, она уехала. Она просто ва**ла бабки, которые я ва**ил её бате, вот и всё, понимаешь. Две недели её не было, в песок, короче, ва** прогуляла где-то на морях там, да-да-да-да, прикинь. То есть, зная, что, короче, ну, что, ва**, чего мне это стоило, то я в этой, ва**, эта схема, ва**, и её было, понимаешь, получается. Дал ей соточку, дал рубля, она сквозанула на морях. Предательство любимой и осознание того, что запись альбома под угрозой, пошатнули его психику. Сона, ну, приезжает, прикинь, а меня, короче, паяет, там, я её за барки, короче, на кухню, ва**. Ну, хлоп, короче, блядь, открываю газ, говорю, б**, ну, всё, а теперь, б**, пусть все соседи скажут тебе спасибо, говорю, б**, а тебе суток, б**, и сейчас, б**, ну, дом. А меня же ещё, б**, кроет вообще, ты что, я вообще не вменяю, б**, такие, не вот это ж, короче, б**, беру, снимаю ремень, б**, все, ну, на это, б**, на патрон, б**, б**, вешаю, б**, достаю плётку, говорю, а тебе снимай, суток, я говорила, б**, б**, снимай это всё, да. А дальше всё как в клипах его кумиров. Успокаивать рэпера приехал наряд полиции. Но, разобравшись, поняли, что тут нужна медицинская помощь. Приняли, сука, жёстко. Она вот это всё обрисовала, прикинь, что я, ёбаный, вообще, на всю голову. Что вынудил её украсть у папы деньги, которые она сама спрятала. Понимаешь, открыл глаз, собирался дом взорвать. Начал, сука, по ней стрелять, типа, проснил, чтобы она... И как после этого сказать, что, блядь, нормальный, понимаешь? Одиночная камера и принудительные процедуры вместо гастролей. Прикинь, рубашка, вот это всё, ты, блядь, ну, строгачик такой, строгач, вот строгача такой. Семь-восемь приёмов вот этих транквилизаторов. Меня, блядь, накачивали барбитурой, короче, и устраивали мне режим график такой сумасшедший. Я ежедневно проходил, блядь, тесты. Чем жёлтый отвечает от квадратного, типа, ну и, блядь, как меня зовут, рассказать события в моей жизни, вкратце, в обратном порядке, типа, вот, абсолютно наоборот. Ну, там, типа, это, там, тесты вообще на мышление, там, ну, на адекватность, то есть, как бы, типа. Бывший тесть не скрывал, что приложил руку к его лечению. Батя намекнул мне, понял, вот эти ситуации. Ну, мол, чтоб я не лукался. Ну, всё это, это понятно, что это не ежедневно должно проходить. Поскольку, я же тебе говорю, там, мне усиленную программу сделали, ну, постарался, блядь, это. Экс-пассия рэпера не захотела общаться с нами, а её отец на все наши вопросы показал записи, которые присылал им молодой человек. Ты будешь только, сколько он тебе позначит, когда-нибудь подохнешь, он не заплатит. В данный момент врачи решили, что парень не представляет опасности для общества, а сам артист нашёл продюсера и записывает альбом. Расчленёнка, короче, если, чтобы было понятно, ну, название. Ну, то есть, да, звучит дерзко, блядь, но она только так может описать, то есть, содержание вот этого альбома, ну, опять-таки, это всё, блядь, это вся история. В этот момент ты не являешься, блядь, целым чем-то, понимаешь? Вот тогда, когда я там... Ты такой, ну, ты как, знаешь, тебя расчленяют ежедневно. Каждый час-полтора какие-то вот эти, блядь, процедуры, блядь, понимаешь? Ну, какие, какие процедуры, блядь? Каким он быть в больнице процедуры, блядь? Так что, ну, помимо насильного приёма этого, блядь, всех барбитураторов, прототип, блядь, гангста-рэпа американского в русском варианте. И именно вот такой хардкор, короче. По словам Каллигулы, полученный им опыт сильно повлиял на творчество. Изначально материал вообще другой должен был записываться. Всё, что пережито было, да, вот за вот этот вот период, да, ну, то, что я тебе говорил, да, вот за вот этот вот год, что я в этом заведении провёл. То есть, как бы, ну, это вот то, что отображает вот эту, что я испытал, понимаешь? Это вот такой мрак, хаос. Придётся ли по вкусу расчленёнка целителям настоящего гейнста? Мы скоро узнаем. Но уже сейчас понятно, что в Украине есть артисты, способные составить конкуренцию скандальным американским рэперам. Пацаны, пацаны, пацанята, денежки брали, если займы, значит, всё давать надо. Все уже, похоже, смирились с семикратным повышением цены на газ до якобы рыночной. Однако, мало кто задумывается, куда же идут собранные с нас деньги. А поинтересоваться есть чем. Например, существует такая себе компания «Укртрансгаз», которая поставляет голубое топливо, как в нашей... Тау, понимаешь, это вот такой мрак, хаос. Придётся ли по вкусу расчленёнка целителям настоящего гейнста? Мы скоро узнаем. Но уже сейчас понятно, что в Украине есть артисты, способные составить конкуренцию скандальным американским рэперам. Пацаны, пацаны, пацанята, денежки брали, если займы, значит, всё давать надо. Все уже, похоже, смирились с семикратным повышением цены на газ до якобы рыночной. Однако, мало кто задумывается, куда же идут собранные с нас деньги. А поинтересоваться есть чем. Например, существует такая себе компания «Укртрансгаз», которая поставляет голубое топливо как в наши квартиры, так и в Европу. Так что зарабатывает эта компания немало и может немало тратить, что и привлекает желающих поживиться. Желающих с весьма сомнительной репутацией. Например, четверть миллиарда гривен за оснащение компрессорных станций получат две фирмы, руководители которых обычные адвокаты. А тендер, о котором мы расскажем в сюжете, это вообще верх всякого цинизма. Целостность стратегических труб «Укртрансгаза» будет проверять российская компания, на чём её владельцы заработают несколько украинских миллионов. Наглость. Не то слово. Смотрим. С приближением отопительного сезона тарифы на газ будут ещё больше трясти в ваш карман. Но скоро они ещё подрастут. Уже через несколько месяцев нас заставят заплатить 250 миллионов гривен компании, которая, представьте себе, имеет корни в Российской Федерации. Это здание компании «Укртрансгаз». Идём на проходную. «Укртрансгаз» – дочерняя компания «Нафтогаз Украины». И её главная задача – поставлять газ к вам домой. Прекратите всё, пожалуйста. Но сейчас не о тарифах, которые вы платите. Да, они удушают украинцев с каждым месяцем всё больше. Но один из последних тендеров «Укртрансгаза» ставит под угрозу не только кошельки, но и наши жизни. Смотрите внимательно. Это становит небезпеку на теперешний час энергетической незалежности Украины. И дело вот в чём. В середине лета «Укртрансгаз» захотел провести диагностику своих газовых магистралей. Предусмотренная сумма работ – 11 миллионов долларов. По меркам компании это недорого. А состояние магистралей как бы намекает. Такие работы трубе нужны. Тендер по диагностике выиграла некая арабская компания «Интегрити Вест». И нас удивляет, как «Укртрансгаз» вообще допустил эту компанию к самим торгам. Однозначно фирма створена для финансовых побородок. Компания «Интегрити Вест» зарегистрирована в Абудаби, в офисе, где работает один человек без телефонов и факсов. Статутный капитал фирмы, которая может получить 11 миллионов долларов – 150 тысяч дирхам, что равно 40 тысячам долларов. Маловато. Все эти данные мы взяли со страницы торгово-промышленной палаты Абудаби, а также нашли в интернете сайт загадочной компании «Интегрити Вест». И то, что мы увидели, удивило не только нас. Завезти еще российскую фирму, понимаете, через вот такую прокладку, которая хвастается работой с «Газпромом». Но и самое главное доказательство – субподрядчик «Интегрити Вест» по выполнению диагностики украинской трубы – американская компания «Бейкер Хакс». И, конечно, ее европейский филиал находится в России. Наглядно, что «Интегрити Вест», кроме собственных трудяк, аутентичного сайта с их реальными фото, не имеет еще и опыта работы по диагностированию газовых магистралей. Фирма «Одноденка», зарегистрована она в Арабских Эмиратах. Эта фирма не имеет ни персонала, ни истории, ни опыта работы, проведения таких работ. Но самое интересное, что «Укртрансгаз» это не очень пугает. Сказать, есть информация, которую вы называете относительно опыта контрагентов по работе с диагностических услугами магистрального закруга, или нет в этой документации, я не могу. В обязательных условиях тендера не была прописана эту важнейшую деталь. «Укртрансгаз», я считаю, что руководство, не поставило вимогу на явности досвиду в обслуговании этих мереж. Это вопрос можно поднять перед государственной службой, и, конечно, это вопрос можно задать замовнику, почему он назначен вимогу, а не вказав в документации конкурсных торгов до участников. Как можно было допустить подобное? Мы подготовили руководителям «Укртрансгаза» несколько логических вопросов, но отвечать на них согласились только в таком формате. Даю ответ. Она, власне, дана моим коллегам, давайте я ее включу. Вы послушайте. На красивом видео с монитора шаблонные ответы дает вице-президент компании Игорь Бурак. Общается с пресс-секретарем «Укртрансгаза», видимо, чтобы избежать неудобных вопросов. Допустить компанию с российским запашком на украинскую трубу могут уже до конца этого года. Остается только надеяться, что работы все-таки ограничатся диагностированием. Знаете ли вы, сколько кругов ада нужно пройти, сколько бумажек подписать, чтобы получить в Украине землю под строительство многоэтажного дома? Очень много. На это могут уходить месяцы и даже годы. Однако некоторые особо юркие товарищи нашли таки способ, как обойти всю эту бюрократию под прикрытием печально известного закона о выделении земли для атошников. Под Киевом уже выделили землю под стройку, но ветераны АТО не сильно верят в то, что когда-нибудь получат свои квартиры. Почему? Смотрите в нашем следующем сюжете. Недавно киевская прокуратура и СБУ задержали чиновника на взятки в 230 тысяч гривен. С поличным попался работник госслужбы по делам ветеранов АТО, созданный, чтобы решать наболевшие для украинских воинов проблемы с выделением земли и квартир. Этот случай со взяткой наглядно иллюстрирует, как в Украине решается квартирный вопрос для атошников. Уже появляются общественные организации, которые обещают помочь с выделением земли или квартир воинам АТО. Одна из таких, всеукраинский союз ветеранов АТО, совсем недавно получила 1,2 гектара земли в Буче под застройку многоэтажного дома. Вот этот участок. Пока здесь только пустырь, но в скором времени тут может начаться строительство многоквартирного дома, в котором, как обещает этот союз, квартирами обзаведутся атошники. Возглавляет союз ветеранов хорошо известный бывший главный борец с наркопреступностью Илья Кива. Секретные материалы отправились на поиски этой настырной, но удачливой общественной организации. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. По первому адресу, переулок Рыльский, 4, указанному на сайте, общественников не оказалось. Скажите, пожалуйста, а здесь находится всеукраинский союз ветеранов АТО? Он находился месяца где-то полтора назад съехал. Интересно, что ранее СМИ писали о том, что офис по этому же адресу захватили бойцы братства Дмитрия Корчинского, друга и сослуживца Ильи Кивы. А мы отправляемся дальше, по второму адресу, указанному на сайте союза ветеранов. Идем искать всеукраинский союз ветеранов АТО. Мы разыскали этот союз на седьмом этаже здания. Вы знаете, какая ситуация по Украине? Ребятам выдают землю возле кладбищ, в каких-то там топях, где угодно. Здесь беспрецедентный шаг со стороны городской власти. И мы будем стараться развивать этот успех везде, по региону и по Украине в целом. На этом земельном участке всеукраинский союз ветеранов АТО планирует построить девятиэтажный дом на 130 квартир, 30 из которых, по словам Сагаманяна, отдадут воинам АТО. У нас сейчас, на сегодняшний момент, есть две фирмы-застройщика. Я их не буду называть, потому что мы не определились, какая. Значит, эти, одну могу сказать точно, эти фирмы с 15-летней, один с 11, второй с 15-летней репутацией, безупречной на рынке. Эти фирмы достраивают свои объекты до конца. Ни название потенциального застройщика, ни начало сроков строительства замглавы организации не называют. Как только мы сделаем все документы, как только мы заключим все договора, все согласования, в принципе, мы тогда начнем обговаривать застройщиком и выберем его. Мы тогда определимся, когда мы начнем строительство. Ориентировочно на строительство уйдет год. Что ж, судя по словам Сагаманяна, у организации благие цели, если бы не несколько нюансов. Вряд ли эти 30 квартир получат атошники из Бучи. Нет. Приблизно только часть атошников Бучанского получила земельные ельнявки. Не все еще. И при том, что в Буче также есть атошники, которые аналогично могли данное вопрос реализовать. К тому же обращаться за выделением земли могут только физические лица, то есть сами атошники, а не общественные организации. Армен Сагаманян утверждает, что заявление этих 30 ветеранов на квартиры или землю в Буче у них есть. Фамилии участников атошников, если вы зададите вопрос, я пока не могу говорить. Объясню, по какой причине. Они есть эти фамилии, они поданы. Многие из этих людей на сегодняшний момент воюют на Востоке до сих пор. Вот они поехали на очередную ротацию. Да и в Бучанской мэрии, судя по всему, в глаза не видели заявление этих 30 атошников. А вот местный бучанский воин АТО считает, что втягивание ветеранов вообще может быть обычным прикрытием. И не верит, что квартиры достанутся ветеранам АТО. Нет, я в это не верю. Я не верю, что там будет все честно. Я же скажу, может быть, какая часть, но они дадут звезду АТО. Но больше, что она придет. Кровать не рот. Так точно. Это были секретные материалы. Деритесь своими историями с нами и встретимся через неделю. Продолжение следует...